Одна из главных дискуссий, касающихся гражданской войны в России, является вопрос о взаимоотношениях между белым антибольшевистским движением и некогда союзниками России по Антанте. Существует мнение, что победа белого движения могла и произойти, если бы Антанта понимала, что при возобновлении государственности Российской империи, она бы потом помогала ей же в борьбе с Германией в Первой мировой. Так давайте же сегодня обсудим этот вопрос. Почему Антанта не помогла? Белому движению. Исторический парадокс того времени состоял в том, что установление плотных взаимоотношений между белыми правительствами и Антантой ознаменовало одновременно и начало разногласий между белыми вождями и союзниками. Политика Англии, Франции и других стран в отношении России как белой, так и красной определялась не моральными обязательствами или симпатиями к той или иной стороне русских баррикад, но прежде всего своими национальными интересами в России и в первую очередь экономическими. То есть, это свидетельствует о том, что страны Антанты руководствовались не тем, что белая Россия бывший союзник Англии и Франции, а прежде всего рационализмом. Это даёт понимание того, что Антанта не посылала свои военные части в места сражений между красными и белыми в связи с банальными потенциальными убытками. Ведь действительно, доставка подразделений, например, в Сибирь, была бы очень длительной и затратной. Также западные войска не знали местность, потому помощь могла быть просто бесполезной. Но означает ли это, что Антанта вовсе не помогала белым? Ну, 50 на 50. Русский генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукумский объяснил поражение антисоветских сил недостаточностью внешней поддержки. По его мнению, если бы Антанта заняла плацдарм в Украине или хотя бы в Одесском районе и Крыму, дала бы финансовый кредит для восстановления экономической жизни в отбитых от большевиков землях, то советская власть точно была бы свергнута. Даже 10 декабря 1919 года полковник Щербачёв констатировал в военно-политической сводке, что правящие круги Англии и Франции хотят вывести свои страны из финансового затруднительного положения, чтобы наравне конкурировать с Германией. Для этого им нужна была Россия, но лишь при условии, что они будут там хозяевами. И потому Россия нужна Англии раздробленной и слабой, что говорит о том, что Антанту не интересует политический курс России. Франция С августа 1918 года Франция осуществляла высадки на севере России, в Архангельске. Чуть позже и США ввели свои части в Архангельск и Мурманск. Они охраняли в этом районе транссибирскую железнодорожную магистраль от Мысовска до Верхнеудинска. Однако дальше выделенных рубежей Франция и Штаты не продвигались. Франция делила свое внимание между вооруженными силами Юга России, Украиной, Финляндией и Польшей, оказывая более серьезную поддержку одной лишь Польше. И только для ее спасения она вступила впоследствии в более тесные связи с командованием Юга в финальный крымский период борьбы, написал генерал Деникин. Англия В Британии касательно Белого движения был политический раскол между военным министром Винстоном Черчиллем и премьер-министром Ллойдом Джорджем. Первый стоял за оказание помощи белым государственным образованиям в борьбе с большевиками. И он, кстати, говорил, что не мы будем воевать за Белое движение, а наоборот, Белое движение уже воюет за нас. А Ллойд Джордж, в свою очередь, лавировал между помощью Белому движению, желанием торговать с советским правительством и стремлением поддерживать самостоятельность государств, которые обрели независимость после Русской революции, в особенности Финляндии, стран Балтии, Польши, Украины и Белоруссии. Двойственность британской политики, расхождение во взглядах между Черчиллем и Ллойд Джорджем, с одной стороны русофильства, с другой стороны русофобства, продуманной программы действий, всё это приводило Деникина в полное уныние. Главными противниками Русской революции были Англия, Франция и ограничена Япония и США. Все эти страны не хотели распада Российской империи, также по причине финансовых долгов, которые были взяты ею у каждой из вышеперечисленных стран. Япония хотела помочь белым, вытеснив красных на Дальнем Востоке. Но тут что-то пошло не так. Америка. Президент Соединённых Штатов Вудро Вильсон был ярым противником любой интервенции. Он не хотел, чтобы Антанта помогала Японии и Белым в вышеупомянутом регионе, поскольку это могло бы в долгосрочной перспективе стать японской оккупацией тех земель, которые были признаны как США, так и Антантой российскими. Позже и Антанта согласилась с Вильсоном, но немного по другим мотивам. А именно, поставлять помощь Белым на Дальний Восток было, мягко говоря, затруднительно. Антанте бы куда легче было оказывать помощь белогвардейцам на Кубане. Однако Франция противилась этому, видя, как возле этого региона на Донбассе развивалось анархическое движение Махно, с которым у Антанты не было никаких отношений. Однако же 25-й батальон Миддлсекского балка высадился во Владивостоке. 2 ноября 1919 года началось Великое Красное наступление. Политика правительств стран Антанты в русском вопросе начала отличаться. Французы хотели создать систему буферных государств между Советской Россией и прочими странами Европы. Англия, ставшая главной покровительницей контрреволюции, была сторонницей активных наступательных операций против противника бывшего союзника. Под влиянием западных стран были установлены генеральские диктатуры. Например, атаман Краснов подчинился генералу Деникину только из-за угроз союзников в отказе от просьб во всякой помощи. Давление Антанты было решающим фактором. А также, хоть и чисто номинально, адмирал Колчак был признан западными странами верховным правителем России. Но советский военачальник Кокурин всё же считал, что он не более чем игрушка в руках иностранных военных покровителей. Конечно, в некоторых местах войска Антанты и высаживались, чтобы помочь белым. Однако их сразу же быстро изгоняли красные. Англия и Франция стремились основать новый плацдарм у Балтийского моря. Но там была крепкая власть социалистического руководства. В следствии чего, энтузиазм Антанты по поддержке белого движения угасал. Острый социально-экономический кризис в странах Европы существенно ограничивал возможность оказания любой помощи. Используя же Коминтерн, большевикам удавалось оказывать давление на правительство зарубежных стран. Поэтому поставки белым оружия и снаряжения зачастую саботировались рабочими стран Антанты и левой интеллигенцией, которые поддерживали большевиков и требовали прекратить поддержку так называемых реакционных режимов. Однако, как мы все знаем, после Первой мировой войны в Европе бурно распространялись разные социалистические движения и также развивались рабочие партии. Под давлением последних британское правительство всё же решилось больше не ввязываться в конфликты против советского руководства, стававшего уже очевидным победителем. Большевики, использовавшие в свою пользу противоречия в Антантовском блоке, сумели помешать антисоветским силам организовать наступление общим фронтом. А с признанием странами Антанты РСФСР, белогвардейские государственные образования лишились серьёзной политической и военной поддержки, что сказалось на общем итоге гражданской войны в России. Итоги интервенции Летом 1919 года 12 тысяч британских, американских и французских войск, находившихся в Архангельске и Мурманске, были эвакуированы. К 1920 году большая часть интервентов покинула территорию РСФСР. На Дальнем Востоке они продержались до 1922 года. Последними районами, где находились войска Антанты, были остров Врангеля и Северный Сахалин. Ребят, сразу говорю, что информацию для видео я собирал очень долго и скрупулёзно её проверял, но всё же я не ручаюсь, что в видео я не допустил какие-то неточности, поэтому прошу вас, пожалуйста, если они будут их указать. Видео никак не несёт за собой предвзятость, поэтому лучше дополнить или уточнить информацию в комментариях, нежели её умалчивать. Спасибо. Ну а на этой ноте я хочу вам порекомендовать мой новосозданный инстаграм, funny history lol, на котором я публикую мемы об истории разных эпох и периодов, будь то холодная война или просвещение, либо же будь то колонизация Южной Америки или русская революция. Спектр тем ну просто не ограничен. А также вы можете мне присылать в директ свои мемы, я буду их публиковать у себя в сториз, а если они будут качественными и смешными, тогда прямо себе в профиль. В общем, жду вас всех в своём укромном местечке. Ныряйте по ссылке в описании и наслаждайтесь байками о том, насколько на что бы ни происходило в мире, Швейцарии будет как-то нейтрально. Спасибо. Ну а на этом всё, уважаемые зрители. Я надеюсь, что вам ну правда понравилось это видео, потому что я максимально старался подать информацию нейтрально. Если это так, то ставьте вподобайку и пишите коммент. А главное, поделитесь этим видео со своим другом, знакомым или близким. Заранее тебя об этом благодарю. Лично тебя. В общем, спасибо также за просмотр. До скорого. Продолжение следует...